МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26% детей нищие в нашей стране, а в это время состояние 200 богатейших бизнесменов в России превышает золотовалютные резервы страны и банковские накопления всех россиян. И на этом фоне всякие жуликоватые физиономии крупных чиновников рассказывают гражданам, что нельзя прекращать их бесчинство и наше, иначе пострадает стабильность. Они топчут демократию ногами. Они плевали на реальное волеизъявление граждан на выборах в Приморье, Москве, Подмосковье и других регионах. И это стабильность? Фраза из чата фальсификаторов, членов избирательных комиссий подмосковного города Королёва. Люди, вы палитесь, здесь коммунисты. И это стабильность? Они заменили вертикаль государственного управления коррупционными спрутами. Они урезают социальные права граждан, чтобы меньше крошек от бюджетного пирога, который они дербанят, досталось простым работягам. И это стабильность? Они пытаются заглушить правду с помощью карманных СМИ. По принципу, неважно, что правда, а что ложь, главное, что громче звучит. Вчера наше общество возмущалось ложью западной пропаганды о вмешательстве России в американские выборы, атаки на малазийский Боинг и так далее. Сегодня же наш народ вдвойне воротит от той лжи, которая совершенно так же пичкает вас, но уже внутри страны. Я понимаю, некоторым не хочется слушать правду, но она, значит, есть эта правда. А гражданам виднее, что в условиях повальной коррумпированности и некомпетенции чиновников всех уровней именно коммунисты показывают исключительно высокие результаты в экономике и социальной сфере. Вот почему наиболее грубому, беспрецедентному, наглому преследованию подвергается директор подмосковного сахоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин. Само собой, этого следует ожидать. Успешное предприятие, тем более расположенное на двух тысячах гектаров земли у самой Москвы, привлекает внимание криминала. Сегодня мы стали свидетелем шестой рейдерской атаки, которая грозит закончиться уничтожением легендарного предприятия. При первом приближении против совхоза действует фигурант целого ряда уголовных дел, Владимир Полихата. О том, почему его называют рейдером, 14 мая здесь подробно рассказал мой товарищ Александр Ющенко. Сначала Полихата решил помочь бывшей супруге Грудинина, предварительно получив от нее генеральную доверенность, отсудить две трети совместно нажитого имущества. Любой школьник знает, что полагается максимум половины. Но подмосковные суды принимают, я убежден, очевидно неправосудное решение, сославшись на недавно нарисованную справку об инвалидности бывшей жены. Причем разделу подлежит, оказывается, не только акции Грудинина, но и доля трех его детей. Но это всего 42% акций предприятия. Для захвата нужно более 50%. Начинается давление на акционеров, им пытаются чуть ли не силой навязать продажу акций. Это не удается. Тогда Полихата откапывает сделку 10-летней давности, которая якобы была совершена не по рынку. Он требует компенсировать акционерам ущерб. 29 октября арбитражный суд Московской области обязывает Грудинина выплатить более миллиарда рублей. Естественно, никакого миллиарда у него нет. Злоумышленникам просто нужны его акции совхоза. Но с Полихатой все понятно. Вопрос стоит куда острее. Многие годы суды помогали совхозу отбиться от атак рейдеров. Почему они вдруг стали творить то, что мы оценим как правовой беспредел? Очевидно, Полихата не тот человек, который может просто позвонить в суды Подмосковья и рассчитывать на нужный результат по столь резонансным делам. Нет, я четко усматриваю за Полихаты уши губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Даже не уши, я вижу его во весь рост. Далеко не только потому, что Грудинин показывает альтернативу царящему в Подмосковье беспределу, создав в области островок социализма, где средний доход под 90 тысяч рублей, бесплатное жилье, лучшие школы и детские сады. Не только потому, что на выборах президента Грудинин составил достойную конкуренцию даже Путину, а значит он может претендовать на пост губернатора Московской области. На земли совхоза имени Ленина жадно смотрит соседний застройщик ГК «Самолет». При этом одним из владельцев строительной компании «Самолет-две столицы», входящей в группу «Самолет» является инвестиционная группа «11», последняя принадлежит брату и матери губернатора Подмосковья. Далее. По телевидению на совхоз имени Ленина Грудинина вливаются тонны помоев. Совет при губернаторе Московской области по правам человека. Это типичная ситуация для региона, когда за деньги налогоплательщиков им самим же вбивает в голову нужные воробьёвые мысли. Не случайно из бюджета Московской области израсходованы миллиарды на публикацию в средствах массовой информации и социальных сетях, как мы видим, чернухи о врагах губернатора Воробьёва. Я убеждён, что практика такого расходования бюджетных средств сама по себе грубо порочна, во многом маломанипулятивна и, по сути, коррупционна. Дальше больше. Большинство средств идёт телеканалу 360. В 2018 году это почти 1,4 миллиарда. Сотни миллионов рублей канал отдал агентстве ЮАР, руководитель которого Дмитрий Бойко одновременно занимал высокие должности на канале. Мною направлен депутатский запрос в ФАС. Управление в области предписало прекратить ограничивающую конкуренцию действия. Махинаторы наплевали на него. УФАС возбудило дело об административном нарушении. За это и всё. Подумаешь, сотни миллионов. Но лучше, чем ситуация в Московской области, губернатор Воробьёва характеризует ситуацию в семье. Деятельность благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», президентом и основателем которой является спутница Воробьёва Екатерина Багдасарова, также широко освещается федеральными и региональными СМИ. Но это ещё цветочки. Есть куда более подробно и интереснее. Не в том ли заключается благотворительность фонда, что эта спутница покупает себе эксклюзивную квартиру в хамовниках и площадью под 350 квадратных метров, которая по данным СМИ оценивается в 400 миллионов рублей. Это дом, под дизайном которого работал племянник королевы Великобритании. На какие деньги, если она не ведёт никакого бизнеса? А налоговая сообщает, в отношении фонда уже многократно составлялись акты и выносились решения о привлечении к ответственности за совершённые налоговые правонарушения. Ну и раз я коснулся семьи Воробьёва, нельзя не рассказать про отца его. Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв возглавляет комиссию Сената по контролю за доходами. В начале года я инициирую проверку Арашукова на наличие вида на жительство в Эмиратах. Это основание для лишения Арашукова мандата. Воробьёв-старший нарушил всё, чтобы её не проводить и не публиковать результаты на Совете Федерации. Не в защиту Арашукова будет сказано, даже притянул за уши обвинение вне представления декларации. Вы спросите, почему? А потому что в 2017 году они же проводили проверку вида на жительство и якобы ничего не нашли. Я официально обращаюсь к Валентине Ивановне Матвиенко. Сойдёт ли ему это с рук? Если да, то ни о какой борьбе с коррупцией в Совете Федерации не может идти речи. Вот такой спрут у нас под носом распустил. 30 секунд, добавьте. И мы с вами, уважаемые коллеги, позволим этим людям безнаказанно дербанить совхоз. Считаю, что надо сказать с этой высокой трибуны руки прочь от Грудинина и совхоза имени Владимира Ильича Ленина. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»